Сотворение Земли, видимого мира После сотворения неба, невидимого ангельского мира, Бог сотворил из ничего, одним Своим словом, землю, то есть вещество, материю, из которого постепенно создал весь наш видимый, вещественный, материальный мир, видимое небо, землю, и все, что на них. Бог мог бы создать весь мир в одно мгновение, но так как Он с самого начала хотел, чтобы этот мир жил и развивался постепенно, то и создал его не сразу, а в продолжение нескольких периодов времени, которые в Библии названы днями. Иом. То есть вечная будущая жизнь. Как и писал о том, например, святой Иоанн Дамаскин в VIII веке. Считаются семь веков сего мира от сотворения неба и земли до общего скончания и воскресения людей. Ибо хотя есть частное скончание, смерть каждого, но и есть общее совершенное скончание, когда будет общее воскресение людей. Святой Василий Великий еще в IV веке писал в своей книге беседы на шестоднев. Итак, сначала созданная Богом земля, материя, не имела ничего определенного, никакой формы, была неустроена, как туман или вода, и покрыта тьмою. И Дух Божий носился над нею, давая ей живоносную силу. Святая Библия начинается словами. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале, по-еврейски, берешит. Значит, сперва или в начале времени, так как до этого была только вечность. Сотворил — здесь употреблено еврейское слово «бара», означающее «сделать из ничего». Сотворил. В отличие от другого еврейского слова «оса», означающее «созидать», «образовывать», «делать из наличного материала». Слово «бара» — сотворил из ничего, всего три раза употребляется при творении мира. Первое — в начале, первый творческий акт. Второе — при сотворении души живой первых животных. И третье — при сотворении человека. О небе в собственном смысле дальше ничего не говорится, так как оно было закончено благоустроением. Это был, как выше изложено, мир духовный, ангельский. Дальше в Библии будет говориться о тверде небесной, названной Богом небом, как напоминание о высшем духовном небе. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Книга Бытия, глава 1, стих 2. Под землею здесь, разумеется, первоначальное еще неустроенное вещество, из которого Господь Бог в шесть дней устроил или образовал потом видимый мир, Вселенную. Это неустроенное вещество или хаос называется бездною, как необозримое и ничем не ограниченное пространство, и водою, как водообразное или парообразное вещество. Тьма была над бездною, то есть вся хаотическая масса была погружена во мрак, за совершенным отсутствием света. И Дух Божий носился над водою. Здесь начало уже образовательного творчества Божие. По значению самого выражения «носился» еврейское слово, употребленное здесь, имеет такой смысл. Обнимал собою все вещество, как птица распростертыми крыльями обнимает и согревает птенцов своих. Действие Духа Божия на первозданное вещество надобно понимать, как сообщение Ему жизненной силы, необходимой для Его образования и развития. В творении мира равно участвовали все три лица Пресвятой Троицы – Отец, Сын и Святый Дух, как триединый Бог, единосущный и нераздельный. Слово «бог» в этом месте поставлено во множественном числе. «Элоим» – то есть «боги» – единственное число «элоах» или «эл» – «бог». А слово «сотворил» – «бара» – поставлено в единственном числе. Таким образом, подлинный еврейский текст Библии с первых же своих строк указывает на единосущие лиц Святой Троицы, говоря как бы так. «Вначале сотворил Боги» – три лица Святой Троицы – небо и землю. Об этом также ясно сказано в псалмах. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их». Здесь под словом, разумеется, Бог Сын, под Господом – Бог Отец, и под духом уст Его – Бог Дух Святый. Сын Божий Иисус Христос в Евангелии прямо именуется Словом. «Вначале было Слово, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Это особенно для нас важно знать, потому что было бы невозможным и сотворение самого мира, если бы не было из начала добровольного желания Сына Божия принести крестную жертву для спасения мира. «Все им, Сыном Божиим, и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. Это и был первый день мира. Во второй день мира Бог создал Твердь, то необъятное пространство, которое простирается над нами и окружает землю, то есть видимое нами небо. В третий день мира Бог собрал воду, которая под небом в одно место, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод – морями. И повелел земле произрастить зелень, траву и деревья. И покрылась земля травою и всевозможными растениями и деревьями разных пород. В четвертый день мира по повелению Божию засияли над нашей землей светило небесное, солнце, луна и звезды. С тех пор и стали определяться промежутки времени, наши теперешние дни, месяцы и годы. В пятый день мира по слову Божию вода произвела душу живую, то есть появились в воде слезняки, насекомые, пресмыкающиеся и рыбы, а над землею по Тверде небесной полетели птицы. В шестой день мира по слову Божию земля произвела душу живую, и появились на земле животные, то есть скоты, гады и звери. И, наконец, сотворил Бог человека, мужчину и женщину по образу и подобию своему, то есть по духу, похожими на себя. Закончив сотворением человека создание всего видимого мира, Бог увидел, что все, что Он создал, весьма хорошо. В следующий затем период, то есть в седьмой день мира, который, как учат святые отцы, продолжается и поныне, Бог перестал творить. Он благословил и осветил этот день и назвал его субботой. То есть покоем. И заповедал, чтобы и люди покоились в свой обычный седьмой день от дел своих и посвящали его на служение Богу и ближним. То есть сделал день этот свободным от житейских дел. Праздникам. По окончании творения Бог предоставил миру жить и развиваться по установленному им плану и законам, или, как принято говорить, по законам природы. Но в то же время Он непрестанно заботится о всем сотворенном, подавая каждому творению то, что Ему необходимо для жизни. Такая забота Божия о мире называется промыслом Божиим. Продолжение следует...